Доброе утро! Столько должны проехать участники соревнования. До ралли допускаются только старинные машины, некоторые из них участвовали в самой первой гонке 1927 года. То есть скорости будут не повышенные. И тогда же они были не такие, как у современных авто. Впрочем, да, тоже не маленькие. По традиции перед стартом выезд на подиум, чтобы фанаты могли со всех сторон рассмотреть предмет своего обожания. Некоторых старичков пришлось вкатывать, завелись не с первого раза, но победного настроя не утратили. Молодцы, бодрячки. Да, бодрячки. Ну а что делать нам, если с утра такими бодрячками себя не чувствуем? Разбитость, головные боли, никакой работоспособности. Суббота и воскресенье можно себе позволить. Но, впрочем, это лишь несколько симптомов так называемого сонного апноэ, который часто принимают за обычный храп. Что может стать его причиной и можно ли от него избавиться, расскажет Сергей Егоров. Июнь очень приятный, яркий месяц. Все вокруг цветет. Но столько много аллергенов. Выходя на улицу, у меня сразу краснеет лицо. Альберта хоть и нельзя назвать хроническим аллергиком, но стоит мужчине задержаться лишний час на улице, когда дыхательные пути начинают предательски отекать. Днем дискомфорт почти не заметен. Максимум небольшая дышка. Другое дело ночью. Гулки и раскатистый храп. Меня самого-то храп сильно не смущает. Я думаю, многие храпят. И невеста моя свыкает с тем, что я храплю. Но стал пугать такой момент, что ночью, бывает даже два-три раза за ночь, резко просыпаешься от того, что чувствуешь нехватки воздуха. И вот это становится, конечно, от этого, честно говоря, страшно. И бояться на самом деле есть чего. Храп и тревожные пробуждения – первые признаки синдрома сонного апноэ, состояния, при котором органы дыхания не способны полноценно справляться со своими функциями во сне. У человека прекращается дыхание. Где-то от 30 секунд до полутора минут может отсутствовать дыхание. Потом возникает такой резкий храп на этом фоне. Он как бы полупросыпается и, соответственно, некачественно высыпается. Из-за этого качество сна плохое, плохое восстановление. А из-за этого, из-за того, что плохое восстановление, потому что во сне же идет регенерация организма, начинает рушиться все системы – метаболизм, система регуляции внутренних органов, гормональный баланс. И из-за этого падает все здоровье. Отсюда возникает метаболический синдром. На его основе развивается диабет второго типа. Также возникает в связи с накопившимся хроническим стрессом гипертонический синдром. Среди основных причин – аллергический отек, лишний вес, большое количество стресса в течение дня. Несмотря на повсеместное распространение недуга, врачи заметили, что им практически не страдают те, кто играет на духовых инструментах. Впрочем, бежать в магазин за трубой не обязательно. Можно обойтись и специальными дыхательными упражнениями перед сном. Руки делаем вот так. Сейчас так. Как? Как черепашка-ниндзя, да? Три пальца делаем. Из пяти делаем три пальца. Ну, видите, у меня этот талант, он атрофировался. Вот. Прижимаем ноздри, глаза, уши. Закрываем рот и 10 секунд осуществляем такой форсированный вдох. Но при этом у нас ничего не заходит, да? То есть воздуха нет. Разреженная атмосфера создается внутри. Да, такое ощущение такое, легкого просветления. Следующее упражнение – это выдохи сквозь сильно сжатые губы, почти как при игре на трубе. Выталкивать воздух нужно небольшими частями, совершая усилия исключительно диафрагмой. У вас прям как из пулемета. Ну, я же профессионал. Далее следует убрать мышечные зажимы в области горла. От них обычно страдают те, кому в течение дня приходится много разговаривать. С этой целью отлично справляются простейшие практики из йоги. Скрещиваем пальцы рук, большие пальцы ставим под подбородок и языком сопротивляемся. Большим пальцем рук. Делаем таким образом несколько раз напряжение и расслабление. И потом удерживаем напряжение в течение примерно 30 секунд. И после этого можно выполнить такое упражнение, как расслабляя мышцы лица. Это упражнение, помимо прочего, замедляет появление мимических морщин. А вот заканчивать комплекс лучше движениями, не требующими особого напряжения. Например, с помощью успокаивающего дыхания из гимнастики цыгун. Начнем с того, что встряхнем кисти рук. Вот просто стряхивайте. И сейчас вот так вот вверх, потрясли на себя. А теперь вот так вот повесили кисти. И внимание переведите в кончики пальцев. И вот сейчас внимание из кончиков пальцев пустите прямо к земле. И как будто бы вы подхватили вот эту вот энергию земли и начинаете поднимать ее вверх через стопы, живот. Омываете сердце волной и отправляете эту волну через тело, живот, стопы обратно в землю. Руки поднимаем на вдохе, опускаем на выдохе. Да. И здесь можно сонастроить дыхание, движение. Вдох. Волна пошла наверх. Выдох. Волна отхлынула вниз. Вдох. Волна как будто накатилась на берег. И смывает все там ракушки, камешки. Все плохое отправляет в землю. Выполняя по вечерам каждое из упражнений, хотя бы в течение трех минут можно значительно повысить качество сна. Есть и нюанс. Если причина нарушения дыхания это не стресс или вечерняя отечность, а именно избыточный вес, то подобные практики позволят лишь снизить выраженность симптомов. А вот стать обладателем по-настоящему здорового сна поможет только избавление от лишних килограммов. Вдох. Продолжение следует...